Продолжение следует... Бездуховности, жестокости, бездушьи. Ребят, маленького веслоухого котенка взяли как игрушку для своего ребенка. Трейси прожилась недолго в этой семье. И однажды ребенок придавил котенка дверью. Так сказала женщина, которая принесла котенка в клинику. В это время там находилась Лиля. И увидев котенка, который ползает по клетке, она спросила, нужна ли помощь, можем ли мы помочь. Ей ответили, что справятся сами. Котенок пробыл в клинике почти месяц. Потом его забрали. Прошло некоторое время, и когда вот недавно Лиля зашла в клинику, вдруг оказалось, что этот же котенок, только уже подросший, опять ползает по клетке. Как сказали, женщина принесла его, оставила в клинике, в стационаре, потому что они уезжают. В отпуск или еще куда-то. Прошел еще месяц. И вчера врач позвонила Лиле и сказала, Лиля, вы интересовались этой кошкой? Если хотите, вы можете ее забрать. Потому что хозяйка сказала, что кошку она назад не заберет, усыпляйте. Когда котенка придавила дверь, ее надо было обследовать, сделать снимки. Возможно, проколоть что-то неврологическое. В любом случае, раненому животному необходимо было сделать хотя бы рентген. Никто этого не сделал. Котенка пустили на самотек. А вот сейчас ее приговорили. Приговорили, потому что надоело возиться, надоело тратить деньги. Я не утверждаю, что мы могли бы спасти кошку. Но если бы нам отдали этого котенка сразу, у него был бы хотя бы крошечный, но шанс обследоваться вовремя. Сейчас у нее тяжелое состояние. Сейчас ей приходится отдавливать мочевой пузырь, так как сама она не в состоянии это сделать, не в силах. Мы сделали ей коте. Это необходимо. И я молю Бога, чтобы позвоночник у нее не был сломан. И пусть проблема будет в тазу. Веслоухая малышка так недолго побыла игрушкой, а потом оказалась просто выброшенной, изломанной вещью. Я не знаю, о чем думают эти хозяева. Я не знаю, как они живут после этого. Неужели вот это животное не снится им? И неужели они надеются, что Бог пошлет им счастье, после того, как они выбросили искалеченного зверя, так легко приговорив, усыпите? Я не знаю, что сказать, ребят. Я только надеюсь на то, что вы отзоветесь. Потому что лохматая душа – это не только я, не только мои животные в приюте. Лохматая душа – это все мы. Все мы, кто неравнодушен, кто каждый день забегает на страничку, чтобы узнать, как же у нас идет жизнь. Лохматая душа, друзья, это все мы. Перед вами новая, искалеченная, лохматая душа. И помоги нам, Бог, и вы, люди. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok